Добрый день! Приглашаю вас на утреннюю прогулку по живописному утреннему Трухио. Трухио – это городок в Астримадуре, западный регион Испании, недалеко от границы с Португалией. Трухио известен прежде всего как город конкистадоров, тех самых испанских завоевателей, которые так жестоко завоевывали Южную Америку в XVI веке. И вот здесь мы видим памятник уроженцу этого города, Трухио, одному из самых известных и жестоких завоевателей. Он завоевал Перу. Это было в XVI веке. История завоевания очень жестокая и очень интересная. У него было всего лишь 168 солдат и 37 лошадей. И он смог завоевать огромную империю, где жило 80 миллионов человек. Ему противостояла армия 30 тысяч солдат, инков. Ну вот, благодаря уму, хитрости, жестокости, этот конкистадор смог завоевать огромную, богатейшую империю. Принес много золота, серебра Испанской империи. Ну, естественно, себя возвысил, получил звание Маркизов. Я снимаю утром. Еще нет 9 часов утра. Некоторые бары уже открыты. Но сегодня воскресенье, поэтому народу мало. И можно без помех осмотреть вот эту потрясающую площадь, огромнейшую. Слышали? Это аист стучит клювом. Это место аистов. Смотрите, прям вот крылья распускает, готовится к утру. Я снимаю в декабре. Примерно где-то в феврале у них влупляются птенчики. Так что сейчас они готовятся к этому важному событию. Ему еще можно погулять. И вот местная полиция как раз проезжает, следит за порядком. Город тихий, спокойный. Выглядывают стены крепости. Там наверху купола, колокольня и, конечно же, дворцы. Давайте посмотрим некоторые из них. Вот этот вот огромный фонтан в самом центре площади, где красиво отражаются дворцы, построенные в XVI веке. Так вот, очень красивый вид. Сейчас площадь украшена к Рождеству. Давайте подойдем к вертепу. Типичные портики. На каждой главной площади Испании, да и Португалии, можно видеть вот эти вот арки, портики, вот которыми находятся кафе, магазинчики. Именно на главной площади строили свои дома или дворцы даже. Вот так этот самый богатый, самый знатный люди этого местечка. Друхи ее, дворцы сменяются один за другим. Там все это старинные, знатные роды испанских аристократов. И на особо интересных дворцах, вот есть указатели, это дворец семьи Карвахал Варгас, князя святого Карлоса. Здание XVI века, эпохи Возрождения, эпохи императора Карла. Вот там наверху изображается двуглавый орел, как раз эмблема единственного испанского императора. Самое почетное место было построить дворец на главной площади, прямо напротив церкви, поэтому места перед фасадом немного, но тогда в XVI веке были совершенно другие критерии дворцам. И вот таким вот углом дворец выходит на главную площадь. Соответственно, угол очень красиво отделан. И также изображается двуглавый орел на углу, угловой балкончик. То есть прямо несколько двуглавых орлов. Чем выше, тем больше. И вот прямо напротив вход в церковь святого Христа. И можно видеть как раз наверху Айс. Ну, типичная рождественская сценка в Испании. Это очень любят, очень популярно. Кроме уже здесь, в этой части Испании, люди довольно религиозные. И всегда к Рождеству ставят вот такие вот сцены. Дева Мария и Иосиф. Ой, вчера был младенец вечером, Иисус. Сегодня что-то его нету, странно. И всегда сопровождает их ослица. И вот это вот животное, это кастрированный бык буей на испанском. И вот это еще одно Рождество, вердеп. Огромное. Делает частная семья. И представляете, даже египетские какие-то сцены. Сидит рыбак. Здесь пастухов. Огородик. Потрясающе сделано. Вот мы видим, как... Не знаю, когда лошадь гоняли по сену. Потому что не знаю даже, как будет правильный термин. Мы видим, что это похоже на рынок. Ослики идут на рынок. Смотрите, как овечки едут. Это уже вход в город. Дом. То есть показывается жизнь города современного на Христу. Пожалуйста, фонтанчик на рынке. А вот там под портиками продавцов. Потому что продавцов фигуры движутся. Потрясающе сделано. Просто потрясающе. А вот само Рождество. 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 Даже птички летают. Это дворец. Это, наверное, Иуда, который приказывает убить всех младенцев. Видите, перед ним римские воины. Видите, качаются. О, ребята, посмотрите, потрясающе. Вот такой вот вертек огромный. Трухио очень известный в туристическом плане город. Сюда прибывают группы, отдельные туристы. Потом здесь будет очень шумно. Вот я пользуюсь моментом, чтобы все это снять, пока народу еще нет. И история Трухио начинается задолго до нашей эры. У него было множество названий. Считается, что слово, само название Трухио идет от словосочетания Торр-Хулия или башня Юлия. Вот потом видоизменялось. Тут были римляне, тут были визгоды, потом пришли мусульмане, завоевали это место. И как раз наверху сохраняется Аль-Касаба, то есть старинный арабский замок, построенный в 9, 10, 11 веках. В 13 веке этот городок был отвоеван. И в 16 наступает самое славное, самое богатое время Трухио, как раз эпоха завоевания Америки, когда сюда везли несметные богатства, золото, серебро. Вот мы видим памятник самому известному конкистадору. Вот еще один дворец, тоже 16 век, типичная декорация эпохи Испанской империи, посмотрите, такие монументальные, величественное панно, это все естественно камень, изображаются цепи, изображаются замки, изображаются двуглавые орлы, и как раз этот дворец называется дворец Конкиста, смотрите, я сейчас покажу вам название, здесь вот Паласио Делаконкиста 16 век. Этот дворец принадлежал еще одной знатной семье Трухио. Сейчас их потомки живут, то есть сохраняются все эти звания, титулы, они владеют не только дворцами, у них много земли, и многие из них известны, но сейчас уже, конечно, к конкистадорам относятся совсем по-другому, поэтому уже не кичатся так своими предками. Вот отсюда хорошо видны крыши домов, которые находятся чуть повыше, потому что Трухио расположен на холмах. Вот еще одна чудесная панорама Трухио вверх ногами, так вот солнечные лучи освещают именно верхние части домов. Это время, утреннее время потрясающее для съемок. Необычная лестница идет наверх, эти каменные лабиринты Трухио. Давайте поднимемся, увидим эту площадь сверху. Ну, вот здесь можно видеть Франциско Писарро, конкистадор до Перу, завоеватель Перу. Памятник этот подарила очень богатая местная жительница в 1927 году. Это написано на задней части памятника, А сделал памятник некий Карлос Румсей в Нью-Йорке. Огромная лошадь. И поднимаемся дальше выше. Это вид уже сверху. Мы видим утренние дворники, развоз продуктов в бары. И видим вход еще одну церковь Святого Мартина. Здесь же стоит памятник очень популярному местному священнику. Звали его Дон Рамон Нунис Мартин. И он умер всего лишь в 2006 году. Ну вот написано, что это приемный сын Турхио, то есть местный священник, которого так любили, что даже дали им это почетное титул. Перед нами возникает еще один дворец с типичными арками. Здесь построено из камня, мощное на века, поэтому и стоит сохранять это хорошо с 16 века. Посмотрите, прямо надо мной там наверху сидит, оп, полетел аист. Еще один аист огромнейший совершенно сидит на одном полетел аист. Там четыре гнезда на четырехугольной колокольне и на каждом из углов огромное гнездо. Поднимаюсь выше. тут так же, как в других городах тридневековых улочки идут то вверх, то вниз. Очень живописный город, особенно утром, когда просыпается птица, когда еще мало туристов. Если приедете, вот я показываю сейчас название города. трухи ее. И вот так вот побродить утром пока еще. Вы можете побыть один на один с этими древними улочками с птицами. Вот эта улица ведет наверх к замку. Тут написано Кайи Далькости ее. Поднялась наверх к замку Калькасаби. Это сооружение естественно восстановленное, принадлежавшее и арабам, и рыцарям средневековым, и конкистадорам. Сейчас это просто музей. Калькасаба для замок построен на вершине холма, который здесь называют Голова Лисы. Вот отсюда от стен замка открываются виды на Экстремадуру. Вход в замок имеет типичную форму династии Омейя, которая правила в этих местах в 9-10 веках. Оно как раз наверху уже изображение Богородицы. Оригинальное сочетание. И перед нами возникает очередная колокольня, очередная церковь. Первые церкви здесь строились в 13-м веке на основе скажем так бывших мечетей. И потом уже в 15-м, точнее в 16-м даже когда возвращаются завоеватели с огромными капиталами, то возводят отблагодарение Богу потрясающие храмы. Ну возможно какие-то были угрызения совести, потому что знали, как эти капиталы были завоеваны. Вот эта улочка называется подъем крови. Подъем или спуск коста. Кость это крутая улочка, которая ведет наверх или вниз. и мы проходим крепостные ворота в Сантьяго. Сантьяго или Святой Яков и Уаков это главный патрон защитник всей Испании. Каедра Виктория или улица Победы выводит нас к крепостной стене, откуда можно видеть панораму панораму окружающих пейзажей. Ну вот под нами утренней Трухио. Солнце к сожалению светит прямо в камеру. Вот так покажу боком. Может выше Аистов даже. И эта улочка ведет в Алькасабу в крепость. Смотрите, оттуда хорошо видны Аисты, колокольни, ну и конечно там же пейзажи. Видите, как летают Аисты над городом. Постараемся тут увидеть против солнца. оливки, апельсиновые деревья. Вот отсюда видна Алькасаба, крепость во всей своей красе. Естественно, восстановленная. Можно подняться на стены, обойти всю эту крепость поверху. И вот так вот спускается улочка. Эти заборы выглядывают бесконечные. колокольня. Здесь чувствуется типичная Испания, испанская история. Сейчас Трухио это просто провинциальный городок, очень мило, очень туристический. Эти жители бережно хранят память о прошлом. Ну и вот так мы выходим в главные церкви Трухио, Санта Мария Ла Майор, посвященности со святой Марией. Кстати, очень много легенд. Конечно, привидения и башня откуда сбросилась несчастная Алисия, за которой бежал Мавр, хотела ее изнасиловать, но она предпочла остаться невинной, сохранить девичью честь. И в этой церкви похоронен местный силач, которого называли Самсон Экстремадурский. Церковь внутри потрясающая, находится на одном из самых высоких холмов. Трухио. Утром очень шумные колокола, там спорят между собой птицы, голуби, воробьи, всякие разные. И вот отсюда опять открывается вид на крышу, на одну из крепостных башен. Трухио обнесен все еще крепостной стеной. Есть несколько крепостных ворот. Я сейчас спускаюсь по таким лесенкам, по ступенечкам довольно опасным. Мы видим вход в церковь. Церковь еще закрыта, еще рано. Церковь действующая. Здесь проходит, конечно же, служба. Здесь похоронены многие местные аристократа. И в самый узкий И в самый запутанный Вот в этот Вот люблю я бродить По таким улочкам Ночью это интересно Может какое-нибудь привидение выскочит из-за угла А утром У меня не так страшно Но более живописно Вот отсюда Хорошо видно Колокольник главной церкви Можно видеть Центральный камень Часть скалы Которую пристраивали Здания По этим улицам ездят машины Представляете Специально поставили барьер Чтобы не ездили Просто в городе живут Вот пожалуйста Покажу паркинг Средневековый паркинг Все дома жилые Люди живут в зданиях Которые 500-600 лет Естественно Надо как-то приспосабливаться Уже к современным условиям Ну Здесь есть вода Ух Привычество Вот уже бьют колокола Призывая Наверное К воскресной службе А так Мы выходим Через крепостные ворота Как раз Еще одна парочка туристов Таких ранних Надо мной Шумят Скворцы Голуби А я иду Калиста Вот даже видите Такие мусоровозы Здесь ездят То есть Даже из мусор Проезжают грузовики Вот так вот По этим древним улочкам Мимо Калистых камней Мимо древних дворцов Современность В старом городе Девиз мусоровоза Трухио Волшебный и чистый Пойду за мусоровозом Хотя написано Видите Что нормальным машинам Въезд запрещен Наверное Муниципальный Поэтому можно И как раз Вот эта вот Выставка музей В честь Открывателей Это церковь Магической Или прекрасной Можно сказать Крови Христа Как здесь написано Туретический сейчас центр Лос дискубри дорис Вот в честь Первооткрывателей То есть можно По-разному К ним относиться Это первооткрыватели Забоеватели Можно сказать Смелые Можно сказать Жестокие Все зависит От чисто Субъективного Мнения Вот такой вот Вид отсюда Вот опять Мы возвращаемся На площадь На главную площадь Уже увидим Ее с другого ракурса Вот эти портики Сейчас находятся Бары Скоро расставят Столики Можно видеть Что некоторые портики Покосились От времени Ну пожалуйста Стоят Выдерживают Здание Которым По пятьсот Лет Еще одна Улочка Которая Выводит К дому Где можно Видеть Сказать Бывшие пристройки Чувствуется Сломали Вот это Не только Камни Многие улицы Прикрыты Арками На самом деле Это Контрафортос Церкви Очередной Церкви Прислушайтесь Это поют Монашки Это закрытый Монастырь Я снимаю Рано утром Выпирает Нутренняя Молитва И поют Монашки За этим окном Эти Монашки Живут тем Что продают Сладости Так раз Здесь можно Видеть Объявление Что продажа Типичных Сладостей И написано Что это Монастырь Францискан Святого Петра Для Святого Петра Надеюсь Вам понравилась Эта короткая Прогулка Подрухи Если понравилась Подписывайтесь На мой канал Чтобы не пропустить Новые интересные Репортажи С вами ваш гид В Испании Редак До новых встреч Субтитры